Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Добрый вечер, дорогие дамы и господа, мужчины и женщины, братья и сестры. Сегодня, как обычно, по четвергам мы представляем вам программу Slavic World. И я рад вам представить Дмитрия Сашченко, который является одним из руководителей Slavic World. Ну и сегодня у нас будут очень и очень специальные гости, они уже в студии, вы можете их видеть, если вы включили Slavic Family, прямой канал на Facebook, а также на канале YouTube. И у нас сегодня пастор из New Beginning Церкви, Церковь Новое Начало. Я думаю, что будет очень и очень интересно, и вы также, дорогие наши радиослушатели и телезрители, можете принять участие. Номер телефона 503-238-9000, вы можете им звонить 503-238-9000, и также вы можете присылать ваши сообщения под картинкой к видео. Пожалуйста, мы включаем нашу девятую студию, и мы в прямом эфире. Добро пожаловать. Добрый день. Спасибо, что даете такую новую возможность еще раз быть у вас на студии. И мы всегда очень рады быть в этой студии каждый четверг. И те, кто нас слушает, слушают постоянно. Благодарим вас за ваше участие, и мы рады быть сегодня еще раз. У нас, конечно, сегодня будет очень интересная, как обычно, тема, и мы об этом поговорим сегодня. Как сказали уже у нас с нами пасторы из церкви New Beginnings, Сергей, а также с нами Инна, одна из наших спонсоров. Она немножко обо себя поговорит, и мы одну очень интересную тему, которую мы уже раз обсуждали. Сегодня хотели бы зайти еще об этом поговорить немножко, и, может быть, с другой стороны, и, я думаю, будет очень интересно. Как уже Андрей сказал, если у вас есть вопросы по поводу этих тем, вы можете звонить в студию, мы будем поднимать и отвечать на ваши вопросы. Я повторю еще телефончик. 503-238-9000. Еще раз. 503-238-9000. Значит, с нами еще также Андрей. Он один из наших борт-директоров, и также он как chair of our organization. И я хотел бы, чтобы он тоже себя представил. Спасибо, Дима. Очень приятно быть сегодня в студии. Добрый вечер, Портланд. Очень рада сегодня быть с вами в эфире. Как уже Дима сказал, меня зовут Андрей, один из директоров славянского организации Slavic Vote. И мы существуем, чтобы вам помочь, чтобы помочь нашему обществу именно в этом процессе. Голосование, процесс, за кого голосовать, информации. И наша вот миссия, вот официальная миссия, это помочь славянскому обществу в гражданском процессе путем регистрации, обучения и активации именно соответственно культуре и вере общины. Много людей нас спрашивают, о как вот, как в политике, вот все так ужасно, все так страшно, все меняется. И мы просто им говорим, да, мир всегда будет меняться, законы будут меняться, но ты как гражданин Соединенных Штатах, гражданин Вашингтона или Орегона или любого другого штата, ты имеешь привилегию сегодня голосовать, и ты имеешь право голосовать за тех людей, которые имеют веру, разделяют с тобой веру или какие-то ценности и культурные какие-то моменты. И мы сегодня можем выбирать тех людей, которые мы могли бы сказать, что да, они борются за наши права, и они стоят за то же самое вероисповедание или какие-то вопросы, которые мы понимаем также. Так что мы здесь вам помогать, мы здесь, чтобы делиться информацией и помочь вам. Если вы еще не зарегистрировали голосовать, пожалуйста, звоните нам, мы можем помочь это сделать, или заходите на веб-сайт Вашингтона или Орегона, зарегистрироваться голосовать. Когда будет голосование следующее, вы получите бюллетень, у нас также есть веб-сайт slavicvote.org, заходите, там тоже есть ссылочки, информации, и мы будем вам помогать, потому что мы все вместе в этом, живем вместе, мы ваши соседи, и мы хочем друг другу помогать. Да, спасибо, Андрей. Я тоже хочу сказать, вот я так понимаю, что в Америке те, кто самые активные, будут контролировать все, что происходит в государстве. И вот если мы хотим иметь хорошие права или хорошие законы, чтобы было все чисто, нам нужно более быть активным. И вот почему мы берем такую позицию, чтобы быть активным и в этом, помогать в этом и как-то что-то делать, да? Да, я могу тоже добавить, да, вот у нас будет голосование позже в этом году, и в следующем году. 2022 — это большой год для голосования. И если вы видите, что ваши родственники как бы незадействованы, в вашей повестной церкви как бы никто не знает, что делать, пожалуйста, подходите к своим служителям в церквях, да? Если вы, может, пожилые, живете в центре, в доме престарелых, подходите к там людям, которые задействуют, и можете сказать, если организация слабых вод, они могут приехать, они могут сделать registration drive. Это мы приезжаем нашей командой, мы ставим столики, все красиво, мы формы приносим, бумажечки, которые объясняют весь процесс. И вы там на месте, вы можете зарегистрироваться, голосовать, мы эти бумажки заберем, отвезем. И вам практически просто надо расписаться, информацию дать вашу, и все, и вы будете зарегистрированы голосовать. И потом мы напомним вам, когда даты, что вам надо делать. Это очень, очень легко делается. Так что, если вы знаете людей, которые еще не подготовлены, не знают, как голосовать, пожалуйста, говорите им, соединяйте их с нами, и мы готовы помочь. С нами в гостях, как я сказал, уже Сергей, Сергей Грей, да, или... Грейс русский. Да, поближе, можно к микрофону, да. Можете немножко себе поговорить? Мы с вами, если не ошибаюсь, мы познакомились так, в общем, в вашей церкви, когда мы были у вас. Если не ошибаюсь, это перед тем, как COVID еще начался. Да. Мы были у вас. Вроде бы уже начался, но еще церкви были открыты, и мы могли посещать. И как раз мы созвонились с вашим пастырем, он очень нас тепло встретил. Даже мне очень понравилось, как он ему, ну, насчет этой темы, он очень открыт к этому. И вот почему мы хотели кого-то из вашей церкви сегодня иметь, потому что вы очень активно эту тему берете. И я бы хотел с вами с ней поговорить. Вот представьте себя, откуда вы, почему вы в Америке, когда вы приехали, и просто немножко о себе поговорите. Да, я в Америку приехал где-то около 20 лет тому назад. Приехал с Украины. Вот здесь, ну, разными видами деятельности занимался. Сейчас имею небольшой бизнес строительный и служу в церкви, новое начало одним из пасторов. Ну, во-первых, мы рады были вас видеть в нас в церкви, и нас вообще всегда рады гостям. Вот, у нас церковь молодая, энергичная, вот, в общем, мы рады общаться, рады учиться у других и передавать то, что у нас есть. Вот, поэтому вот так вот. Ну, мне, во-первых, интересно то, о чем ты только что сказал, потому что, ну, в первую очередь, мы все приехали из стран бывшего Советского Союза. И когда дело касается, там, политики, выборов, иногда люди либо чересчур политизированы. И у нас, я думаю, что характерно для славянской комьюнити, да, что наши люди, они такие с обостренным чувством справедливости. Они хотят что-то менять, они хотят, чтобы вокруг все поменялось. Но, к сожалению, к сожалению, кроме разговоров, у нас как-то так дела не идут. И когда говоришь о том, чтобы, например, ну, чтобы человек проголосовал или там еще что-то, то часть людей, они, я думаю, вот это советское немножко прошлое, менталитет, он, как бы так, который говорит нам о том, что, а, зачем мне голосовать, мой голос ничего не решает. Вот, или же, а, зачем мне что-то делать, там за меня уже давно все проголосовали, все давно порешали и так далее. Поэтому я думаю, что христиане, помимо того, что мы должны, как Писание нам говорит, чтобы мы молились за начальство, за властей, чтобы мы благословляли страну, это все здорово. Но точно так же, как и в евангелизации, вот, можно молиться о евангелизации, можно говорить о евангелизации, но Писание говорит нам, чтобы мы шли и проповедовали. Поэтому очень важно, чтобы, я думаю, каждый человек мог заявить о своей какой-то гражданской позиции. Это нормально, это не противоречит Слову Божьему, вот, потому что все равно мы живем, мы живем в стране, мы приехали сюда, это страна наших детей, да. Допустим, мы можем говорить с акцентом по-английски, там, можем не до конца все понимать, но наши дети, они растут здесь, они растут с американским уже менталитетом и так далее. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети жили в счастливой стране, то, естественно, мы должны для этого что-то делать. И поэтому я лично считаю, особенности, обращаясь к молодым людям, если вы ходите в школу, нормально учитесь и так далее, если у вас есть желание двигаться, допустим, в политике или участвовать где-то в каких-то government работах, или работать на правительство, это нормально, это нормально. Почему это нормально? Потому что, по сути дела, если, например, христианин приходит работать в какой-нибудь офис, или участвует в какой-то работе, по сути дела, он осоляет это место, по сути дела, он может влиять, он может сказать другим людям о Христе, он может отстоять свою точку зрения именно на том уровне, где он работает или где трудится. Если этого не делать, то мы видим, что совершенно другие сообщества, я не буду их называть, но они влияют, они делают, а мы порой много говорим, но мы уступаем в этом. И я думаю, что вот здесь вот церковь, она должна занять более такую активную позицию. Да, вот то, что вы сказали, чтобы даже может работать в государстве, я согласен, потому что я работал некоторое время в государстве и видел, что там те люди, кто работают, большинство, они не до конца всегда, мы, может быть, с ними будем соглашаться, с их позициями, с их ценностями, но они, те, кто работают, они часто продвигают все это. И вот кто работает в государстве, не только те, которые выбирают на позицию, они влияют на общество. Даже те, которые работают на государство, они очень много могут влиять. И вот, да, как вы сказали, надо, нам нужно больше наших славян и христиан, и, в общем, работали в государстве. Это очень важно. Я хочу, чтобы нас правильно поняли, что я не говорю о политизации церкви и так далее, но просто речь идет о нормальной гражданской позиции христиан. Потому что мы порой говорим, о, нас не устраивает мэр города, или нас не устраивает губернатор, или еще что-то. Ну, хорошо, не устраивает, но вопрос такой, а ты участвовал в выборах этого человека? То есть ты свою позицию высказал, получается, ты был пассивен, когда его избирали, а сейчас ты недоволен, потому что этот губернатор или мэр проводит политику, которая не устраивает нас, правильно? Поэтому я думаю, что нам нужно быть людьми, которые, если приходят эти бюллетени, приходит эта информация, внимательно читать, смотреть. Понятное дело, что мы многих людей не знаем, но, во всяком случае, эти люди декларируют какую-то свою позицию, и они говорят о своих намерениях, они говорят о том, чего они придерживаются. Мы можем выбирать, потому что раз человек этого придерживается, он может, значит, он будет отстаивать эти принципы в говермент, значит, будет влиять, то есть вот так вот. Да, да, я согласен, но вот вчера, например, вот когда вы сказали, что, да, мы, бывает, открываем, не знаем, за кого голосовать, вот почему, можно сказать, одна из причин, почему мы существуем, чтобы помогать насчет этого вопроса. Мы в прошлом году и за прошлом мы брали очень активную такую позицию, чтобы изучать каждого кандидата, ездить на разные мероприятия, с этими людьми встречаться, и изучать, кто они такие и какие у них ценности. И вот мы в этом и помогаем. И вот я раньше сказал, что это большинство, часто люди говорят, мы не голосуем, потому что не знаем, за кого голосовать. И вот насчет этого вопроса есть уже решение. Вы можете обращаться, мы можем помогать, за кого голосовать. Мы никогда не будем говорить, за кого голосовать напрямую, вот за этого голосуй, и все. Мы всегда даем выбор. В этом году, конечно, немножко будет по-другому, потому что мы уже изучили, какие славяне, и так как у нас уже другая организация открыла, которая есть даже легальная такая позиция, что мы можем говорить от нашей организации, примерно от Slavic Vote Action, можем говорить, какие кандидаты мы поддерживаем, как организация Slavic Vote Action. Мы, как организация Slavic Vote, мы продолжаем брать такую нейтральную позицию, чтобы просто наших славян изучать, наших славян обучать и просто говорить, что происходит в нашем обществе, и так в общем сказать. То есть, чтобы разобраться, что происходит здесь, да, потому что много людей, часто они, некоторые люди не говорят, например, по-английски, некоторые люди, например, они не сильно понимают различия между программами, например, там, республиканцев, демократов, и, может быть, в этом плане, правда, им нужна помощь, чтобы люди могли разобраться, что происходит. Значит, мне очень интересно. Вот в вашей церкви, да, мы были у вас, у вас очень много активных тоже людей, которые об этом очень переживают и часто говорят и голосуют. Может быть, пару слов, почему вот в вашей церкви очень так активно, а не в всех церквях? Ну, во-первых, мы хотим, чтобы наши люди, они не были людьми с таким, знаете, сектантским мышлением. Во-первых, мы приехали в эту страну, и здесь у нас есть выбор такой, либо быть, жить просто обособленной группой, сказать, вы нас не трогайте, мы там сохраняем все свое, либо нам становиться, скажем так, полноценными гражданами этой страны и привносить то, что лучшее есть славянской культуре, например, приносить сюда. Точно так же, как, например, есть представители разных национальностей, например, китайцы, вьетнамцы, каждый что-то приносит свое. Я считаю, что мы можем тоже очень много принести хорошего. Наши люди очень дружные, наши люди умеют ценить дружбу. У нас вот комьюнити, у нас есть эта вот черта, что мы помогаем друг другу, поддержим друг друга. Я думаю, что нам это нужно усиливать, и этим мы можем тоже поделиться с американским комьюнити. Поэтому мы стараемся, чтобы людям, знаете, мы выходили из того мышления, что вот наши дети должны, знаете как, работать на тяжелых работах, наши дети должны вот там сидеть в шапах только и все остальное. Я считаю, что я уважаю любую работу и стройку, и шап, это классно. Но дети наши растут, да? Я бы хотел, чтобы они вклинивались полноценно в это общество, чтобы наших было больше людей в школах. Мы говорим, что школы сейчас очень не очень так. А представьте себе, что придут христиане, хорошие ребята наши, будут преподавать в школах, будут преподавать в колледжах. У них будет свой голос. Всегда в колледжах, в университетах есть возможности голосовать, у них анкетирование проходит и так далее. Ты можешь показывать свою какую-то позицию. То же самое касается в бизнесе. Например, в бизнесе мы тоже можем говорить о христианстве, о своих ценностях и так далее. То же самое я уже говорил о том, что, например, наши люди, они могут, может быть, со временем баллотироваться, и быть и мэрами, и губернаторами, и так далее, и отставить свои ценности. Почему нет? И раньше, я хочу сказать, ну, одну вещь, может быть, это к политике немножко так отношение, немножко, ну, второстепенное. Но мы раньше, у нас давно в церкви было открыто, мы молились за наш город. Мы видим в Библии очень много вещей, когда Господь говорит конкретно о земле, конкретно о городах и так далее. Мы видим, что Бог поместил нас здесь. Почему-то мы сюда приехали все. Я не говорю, что мы особенные славяне. Нет, но мы приехали сюда, мы живем здесь. Если мы христиане, мы должны молиться и благословлять эту землю. Мы должны молиться и благословлять, чтобы наши дети жили счастливо на этой земле. Вот, чтобы у них все удалось. Вот, и поэтому мы даже делали такие молитвенные объезды города. Мы молились на таких местах, где в центре города. Мы благословляли мэра, губернаторов. Я вижу, что это нужно продолжать, потому что, видите, сейчас, к сожалению, вот, смотрите, Библия очень много уделяет внимание словам. Жизнь и смерть во власти языка, да. И вот смотрите, когда вы едете, например, в автомобиле, впереди вас останавливается автомобиль, на котором написано «Keep Portland Weird». Я не знаю, как вы, я раньше так не особо обращал внимания на это, но сейчас меня это касается. Почему наш город, родной город, в котором мы живем, он должен быть weird? Я хочу видеть этот город благословенным, я хочу видеть этот город счастливым. Вот, и поэтому, я думаю, вот, христиане, они должны молиться, благословлять этот город. Я верю в то, что, знаете, многие люди говорят, отсюда надо уезжать и так далее. Но не знаю, как для меня, я верю в то, что Господь с этим городом не закончил. И я, наоборот, верю в то, что, знаете, вот свет сияет там, где может быть больше тьмы. Поэтому я верю в то, что, наоборот, церковь подымется. И я, когда молюсь, я благословляю все динаминации, пастырей, церквей. Это наша позиция, наша церковь. Мы молимся, благословляем всех детей божьих в этом городе. И поэтому будет классно, что если мы не только будем молиться, но и будем проявлять свою гражданскую позицию. И тогда мы будем видеть наш город не weird, а будем благословенным, красивым. И сюда люди будут приезжать и удивляться, какой гостеприимный, какой красивый город и штат. Отлично. Да, ну у нас, во-первых, мы, вот праздники July 4th, мы пытаемся сделать такое party для наших соседей. Да, вот, последний год мы не делали, прошлые годы мы делали, где мы рассылали пригласительные соседям, которые вокруг нас, и приглашали их, чтобы они вместе с нами провели время, хот-доги, бургеры вместе покушать, пообщаться. Потом посмотреть, стрелять fireworks, посмотреть, может, какой-то фильм вечером, ну, чтобы иметь общение с нашими соседями. Вообще, вот как церковь, да, поместная церковь, мы существуем там, чтобы благословлять людей, благословлять наш город. Вот, и мы, вот, что я именно буду, будучи уже активен, вот, в Slavic Vote, мы хочем именно создать такую вот в церкви, чтобы были служители, да, которые в братском совете, чтобы они, ну, они работают с людьми, встречаются с людьми, и чтобы они также имели такой план или такую работу, чтобы иметь общение с городской, городским лидерством, с советом городского совета, чтобы общаться с этими людьми, может, общаться с мэром города, да, и просто спрашивать, ребята, как у вас, какие проблемы в городе существуют, где надо помощь, как наша поместная церковь может вам помочь в каких-то проектах, каких-то проблем, потому что у нас поместные церкви, особенно вот славянские, большие, да, у нас там 500 членов есть, поместные церкви, а тысячи членов есть еще больше, и есть люди, которые готовы как-нибудь послужить. Я считаю, вот, мы, вообще, наши славяне очень жертвенные люди, да, и мы много жертвуем на миссию. Это на Украину, в Украину отсылаем, в Россию отсылаем, в Аргентину, у нас вот на Кубу команда ездит на Кубу постоянно. И вот сравнительно мы можем вот понять, что вот так, окей, давайте у нас будет уже команда в Ванкувере, целая команда там, старший какой-то пресс-фитер ответственный за эту команду, и все, и мы фокусируемся на наш город и спрашиваем, где надо помощь, как мы можем послужить, потому что мы все-таки, ну, церковь, церковь, и, во-первых, мы должны служить, где мы находимся, а потом уже, как в Библии написано, да, сначала в Иерусалиме, потом в Самарии, и потом до края земли, да, то, и мы об этом думаем, и я думаю, что, я думаю, что это очень понятно, мы переехали сюда как славяне, они не знали английского языка, не знали культуру, и очень было сложно в Украину ехать, в Россию мы можем, потому что мы понимаем культуру, мы понимаем, где она помощь, а здесь мы ничего как бы не понимаем, но сейчас уже подросло поколение, которое совершенно понимает этот язык, совершенно понимает культуру, и это уже надо делать, и как раз это самое время сегодня влияет на мир, служить миру, и когда мы будем служить, любить мир и помогать, то будет влияние, и люди будут прислушиваться, почему мы верим, почему мы так поступаем, как мы поступаем, и это к чему Бог нас призывает. Мы сегодня здесь благодаря наших спонсоров, спонсоров, да, я извиняюсь, и я просто хотел повторить пару из них, вот с нами Андрей, он один из наших спонсоров тоже, пельмени-пельмени, у него есть организм бизнес такой, или food card, который они делают очень вкусные пельмени, это одна из наших спонсоров, также есть Exceptional Homes, также есть Сибирони, Lannes Floral, это одна из наших новых спонсоров, мы очень благодарим, и также Solutions 8020, тоже очень хороший бизнес, который такс делает, и с нами тот человек, который этой организацией, так сказать, оглавляете, да, в усыне с нами, и я бы хотел бы, конечно, перейти на нашу вторую тему, которая ведет немножко в другое направление, много людей часто спрашивают нам, мы не можем активно, может быть, такие брать позиции, чтобы идти куда-то на митинги или волонтироваться, но мы можем голосовать и, может быть, как-то жертвовать, да, есть варианты такие, чтобы можно жертвовать в церкви, да, есть варианты жертвовать разным организациям, и вот в Орегоне есть очень интересная такая тема, которая называется Political Tax Credit, мы немножко об этом уже раньше говорили, ну, мы, нам спрашивают этот вопрос, мы обычно говорим и посылаем людей, чтобы они, ну, жертвовали и получали Tax Credit, но с нами Инна, она сама делает таксы, и она, я не знаю, как правильно рассказать, делает таксы, иди, ну, заполняет, да, да, и она эту тему, я думаю, часто поднимает, и мы бы хотели бы с ней немножко поговорить, чтобы немножко с другой стороны, чтобы она, я думаю, больше может зайти в этот вопрос и, ну, объяснить немножко эту тему с такой другой стороны. Сначала, может, Инна, можешь представить себя, и почему ты, может быть, решила нам помочь и быть спонсором, спонсором, и, ну, пару слов. Представление, меня зовут Инна, я являюсь овнером фирмы Solution 8020, мы делаем налоги, мы делаем бухгалтерию полностью, мы делаем payroll, и вообще помогаем бизнесам в бумажной сфере, просто вот, в организации. занимаюсь вообще, как бы, бухгалтерией я 20 лет где-то, налогами немножко меньше, но в налогах есть такая сфера, что ты постоянно должен изучать закон, потому что это закон. Сколько лет бы ты не занимался, как бы закон каждый год, даже несколько раз на год, особенно если мы возьмем прошлый год, сколько всего поменялось, не успеваешь просто, даже уже декларации делаешь, что закон раз поменялся, как бы переделываешь, поэтому вот тут мы стараемся изучать и предоставлять вам, бизнесам, вот как бы высший уровень обслуживания. А почему я, Дмитрий спросил меня, почему я этим занимаюсь, потому что, почему я спонсирую SlavikVote? Да, вы с самого начала, с самого начала были очень supportive, вы очень нас поддерживали, и я благодарю вас за это, и вот вы решили наши спонсировать тоже, да. Да, почему я решила спонсировать, почему я понимаю, что это нужно делать, потому что, вот говорят, человек может multitask, в реальности человек может делать хорошо одно свое дело, вот, я, например, могу, как бы, я вообще в бизнесе с папой, начиная с 13 лет, он у нас постоянно, у нас большая семья, нужно было как-то работать, вот, и все время у меня так получалось, что я с ним была, вот, и неплохо получалось, вот, как бы, у него большая семья, но у него всегда были финансы, и он всегда поддерживал нуждающихся, я понимаю, что где-то, вот, как-то у меня хорошо в этой сфере получается, я могу работать в этом, вот, но я не политик, честно, вот, просто для меня это тяжело, как бы, я слежу за, что хорошо, что не хорошо, но вообще не политик, поэтому я предоставляю возможность работать тем, кто занимается этим больше, кто, как бы, изучает эту тему так, как я изучаю бухгалтерию и законы налогов, и вообще, я считаю, что это просто призвание быть в политике, именно там, где вы сейчас, тут как бы большой зарплаты нету вам, но вы двигаете, потому что вы видите больше того, чем, как бы, финансы в вашей сфере. Да, мы, конечно, эту работу, которую мы делаем, это всё как миссия, потому что мы верим в это, и мы даже в этом ничего не зарабатываем, для нас это миссия, потому что мы верим в это. Да, я это очень чётко понимаю, во-вторых, почему я, как бы, понимаю, что это нужно делать. Вот, например, я приехала сюда уже, можно сказать, зрелым человеком, я закончила школу там, это больше 20 лет назад я сюда приехала, для меня уже, как бы, всё равно я выросла в, буквально, в Украине, в Советском Союзе, у меня другое, как бы, другая закалка или другое, другое знание, но оно неплохое. Мои дети первые, как бы, уже почти выросли, вот, и слава Богу, я вижу, что они хорошие дети, хорошего воспитания, но, да, уже, как бы, как бы выросли, и были другие законы, когда они росли, когда воспитывались. Вот, сейчас, но мы ещё одного ребёнка ожидаем, и я понимаю, что это нужно делать, всё равно, вот, как бы, это другая опять, другое generation, вот, я в одном generation, мои старшие дети, другое generation, это уже буквально, почти, почти 19, вот, моему сыну 19 лет, это, как бы, третий generation, вот, и я вижу то, что сейчас в школе, в школах происходит, я не хочу, чтобы мои дети в этом росли, я хочу, чтобы у них было другое образование, как бы, например, то, которым, как бы, ближе к моему мнению, и как бы, я понимаю, что вы это двигаете, опять же, не за те деньги, потому что это, это призвание просто делать то, что вот я могу участвовать тем, чем я могу, как-то где-то, где-то немножко спонсировать, и вообще хочу просто поблагодарить вашу команду, всю команду за ваш труд, за, для меня это даже, как бы, непонятно, столько нужно времени уделять, забирать это от семей, от какого-то отдыха, и просто вот влаживать в нашу комьюнити, вот, славян, обучать, вообще вот тема обучения, это, как бы, для меня тоже призвание, чтобы обучить, наставить, подсказать, и, опять же, спасибо большое, да, очень-очень, как бы, благодарна, я хотела бы сказать, если вы можете, поддерживайте, потому что они, они реально большую-большую работу делают, вот, что, возвращаясь, наверное, к теме, к нашей, за орегоновский tax credit, который мы можем получить, вот, Орегон, мы, я вообще-то с Вашингтона, ну, Орегон, это, наверное, один, единственный, уникальный штат, дает такую уникальную возможность всем жителям Орегона воспользоваться и, как бы, сделать вклад в политику без дополнительных затрат, вот, то есть, каждый, каждый житель Орегона, он может поучаствовать, если мы будем брать одного человека, то, как бы, 50 долларов, которые Орегон возвращает, как бы, дает кредит в конце, когда вы заполняете налоги, или, если декларация совместная с супругом, супругой, тогда это 100 долларов, конечно, вы можете жертвовать больше и в пользу той партии, которую вы поддерживаете, с теми, как бы, ценностями, ценностями, да, которые вы поддерживаете, вы можете делать этот вклад, особенно это важно для тех, для республиканцев, потому что у демократов, у них больше есть, как бы, свои корпорации, свои бизнеса, которые просто проталкивают, проталкивают, вот, это все для, для своих карманов, для финансов, которые они могут получить обратно, мы же это делаем, я вижу, что славяне, вот они, наши ценности, даже не славяне, просто, а вот как бы, больше наши ценности, они не в сторону того, что мы можем получить назад, денег, вот, они в сторону, просто моральные ценности, вот, чтобы не было разложения, чтобы как-то человечество жило более-менее здравыми, здравым смыслом, можно сказать, да, вот, что, как бы, когда вы жертвуете в свою политическую партию, вы можете, ну, больше, чем 50 долларов на человека, но возвращается, Орегон дает такую возможность, вот, назад вам возвратить 50 долларов или 100 долларов, если это декларация совместная, а есть, как бы, лимит, это 75 тысяч должен быть доход на человека, или 150 тысяч на двоих, вот, как бы, тогда вы можете этот возврат получить, вот, но я думаю, что даже по 50 долларов, это очень большая, большая сумма, мы вот разговаривали перед нашим эфиром, сколько приблизительно славян живет в Орегоне, и кто говорит 150 тысяч, кто 100, кто, ну, как бы, ну, даже если мы возьмем 100 тысяч по 50 долларов, это будет 5 миллионов, какая одна, какой один бизнес или какая корпорация может вложить в такую сумму, то есть вот каждый 50 долларов сейчас вообще вот как бы немного, но если мы вовремя, вовремя вот просто сделаем пожертвование, все равно мы эти деньги заплатим, жители Орегона все равно не будут платить, только они уйдут не туда, не туда, куда хотелось бы, вот, а так вот как бы я думаю, что 5 миллионов это не очень маленькая сумма, и могут, политики могут использовать это. Значит, в общем, примерно вы говорите, что каждый человек, который имеет зарплату, они могут, может жертвовать 50 долларов на человека, на любую какую-то там организацию или любую туда, где им может очень важно, может быть им нравится организация, которая проталкивает тему, как насчет религии, да, чтобы была свобода религии или свобода freedom of speech, например, да, или даже там pro-life, pro-choice, ну, какая у вас может быть тема, вы, вам очень интересно, есть организации, они этим занимаются, и вы можете деньги жертвовать в те организации. К сожалению, как организация, как Slavic Vote, мы к этому не подсоединяемся, потому что мы не можем это делать. Те организации, которые могут проталкивать какие-то такие ценности, они могут деньги получать. И, в общем, что вы говорите, что когда люди жертвуют каждый год, это можно раз в году, правильно? Да, можно больше жертвовать, но просто возврат дается всего лишь 50 или 100 долларов, если совместная декларация. В общем, вы берете, жертвуете эти деньги, потом, когда в конце люди идут к вам уже делать эти, их таксы, вы это подсчитываете, и эти деньги, ну, в общем, возвращаются. важный момент, не забыть сказать, что вы сделали вклад, и что вам положен, положен этот кредит просто по закону. Да. Вот, когда вы уже пойдете к профессионалу, который занимается налогами, это важно просто, чтобы вы получили этот возврат. Можно сделать вклад в политическую партию выбора, потом в квалифицированную кандидату, вот если вам нравится кандидат, который вы можете сделать вклад в этого кандидата, или можно сделать в сертифицированный комитет этот вклад. Да, да, и почему даже об этом говорим, да, я уже как сказал, что люди, может, не все могут участвовать, как-то балансироваться или где-то идти на какие-то митинги, но они могут помочь в таком варианте. И что интересно, что эти деньги даже не уходят, вы просто выжертвуете и возвращаете себе эти деньги, это очень удобно. Получается, просто нужно пожертвовать, вот сейчас мы не можем пожертвовать за девятнадцатый год или за двадцатый год. Мы можем, если вы, конечно, пожертвовали в двадцатом году и ваша декларация была продленная, не заполненная еще, вы ждете, вот будет 15 октября due date, вы можете, опять же, сказать своему таксовому профессионалу, о, я, кстати, жертвовал, вам положен этот возврат. Но что мы можем в этом году сделать? Мы можем, опять же, пожертвовать деньги и когда вы придете заполнять декларацию двадцать первого года, вы получите, вам просто положен этот возврат. Да, я даже знаю, что вот есть некоторые, которые таксы делают, они даже об этом знают и сами даже напоминают. Вот тот человек, который мне делает таксы, он постоянно мне напоминает и это очень удобно, но я уже привык и мне даже не нужно напоминать. и вот вы когда будете делать таксы, просто не забывайте, если, может быть, забудет. Но это очень легкое, это вот такой очень легкий вариант и что интересно, если не ошибаюсь, последний раз смотрел, где-то только 6% людей в Орегоне используют такс, говорит. Да, вообще очень-очень мало знают. Очень 6% это мало людей знают. Это, конечно, такая тема очень запутанная и, может, до конца они все понимают, почему мы уделяем время, чтобы это немножко более объяснить, чтобы люди больше понимали, что это такое и участвовали в этом. Это очень легкий вариант. Очень легкий. И да. Да, мы тоже с Димой говорили, вот если хотите, вы просто как бы следить за этим, потому что вот я, например, не могу следить за всеми политическими действиями, но мне нравится то, что предлагает Slavic Vote. Я думал, можно подписаться и получать новости, да, от вас, вот. И как бы мы тоже делаем рассылку какую-то, я думаю, мы включим это, чтобы больше знали орегоновцы, вот, может, на русском языке. Я думаю, это хороший вариант следить просто за новостями, за теми ценностями, которые наш славянский народ поддерживает. Да, и мы, самое, что наша платформа, где мы больше выложим какие-то новости, это наши инстаграм и фейсбук, вот, даже можете подсоединяться туда, мы будем вам постоянно говорить какие-то темы. Вот, например, я в этом участвую, я использовал этот вариант, и мне очень нравится там организация, которым я пожертвовал, и я советую всем это делать. Я думаю, кто сидит со столом, они или слышали, или будут об этом тоже, я думаю, больше изучать. И, Андрей, ты вроде бы это тоже слышал, да, об этом. Есть какие-то организации, которые ты, может быть, посоветовал бы от себя, может быть, если есть от себя какие-то организации? Да, я уже последних три года жертвую Oregon Family Council, организация, которой они подготавливают... Материалы, за кого голосовать, да? Да, материалы, за кого голосовать, отсылают мне каждый год, и я им по 50 баксов каждый год жертвую, и это возвращается мне налогами каждый год. Они очень классная организация, они там полностью объясняют, почему они выбирают людей, какие там у них пункты, они соглашаются, с какими пунктами они не соглашаются, и мне это очень помогает. Да, 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 спасибо. Значит, я уже так повторю, если вам больше эта тема нравится, или вам очень, ну, хотите больше узнать об этом, вы можете к нам обращаться, мы можем помочь, даже можем подсказать, какие организации в этом участвуют, и какие организации можно жертвовать. Я уже говорил, к сожалению, наша организация не подходит к этому, но вы можете продолжать, если вам нравится наша работа, хотите нас поддержать, вы тоже можете это сделать, но это не включает вот то, что мы говорили. И опять, вот то, что мы говорим про этот Oregon Political Tax Credit, как называется, это только в Орегоне. К сожалению... Да, это очень уникальный вообще со всех штатов, очень уникальный такой кредит, который возвращается, и просто Орегон даёт возможность каждому жителю поучаствовать хоть какую-то часть в политических действиях. Это насчёт этого очень хорошо. Да, да, и вот если, может, вы живёте в Вашингтоне и знаете, кто родственники живут в Орегоне, вы можете им подсказать. И, я думаю, если вы подскажете, это будет даже... Они, может, вас и поблагодарят даже. Это очень-очень важно. Если можно, я перейду на пару вопросов ещё Сергею задать. Если, может, у Андрея есть какие-то вопросы, может, Андрей тоже задать. Ну, в общем, мы говорим насчёт церквей, да, и просто как славяне, можно нашим славянам более активным быть или даже балансироваться? Вот в этом году были пару людей из наших славян, балансировались. Вы поощряете наших славян, чтобы они балансировались, чтобы они больше активно брали эту... Так, ещё пару слов скажите. Конечно. Я считаю, что нужно вот эти все предубеждения, которые... Знаете, как мы, ещё раз повторю, мы все приехали оттуда, из такого немножко тоталитарного общества, да, которое всё контролировало, всё там давило и так далее. Мы приехали в свободную страну, и я считаю, что здесь, в первую очередь, чтобы общество само это развивалось, мы должны стать частью этого общества, сами. Вот. Участвовать, развиваться, чтобы это общество становилось лучше. Потому что последние выборы, например, то, что я увидел, например, для себя, я увидел, что сейчас Америка стала немножко так влево развиваться, да, такие просоциалистические идеи и так далее. Вот. И эти идеи, марксистские идеи, они очень популярны в мире. Вот. И эти идеи так модно вбрасываются, особенно в среду молодёжи и так далее. И особенно эти вещи сейчас в университетах, в колледжах. Вот. Поэтому я думаю, что наоборот, современные политики или те, кто, ну, хотят заниматься профессиональной политикой, они должны эти вещи раскрывать. И то, как не люди, которые, например, знают, что у нас там было, могут сказать американцам, ребята, вы немножко не туда развиваетесь, вам нужно обратить внимание, что история учит обратно. Мы не надо, зачем наступать на те же грабли дважды. Ещё один момент хотел сказать. Вот мне понравилось, брат говорил о том, что по поводу того, что мы должны влиять именно на местную комьюнити. Вы знаете, мы организовываем миссии, организовываем всё, и мы говорим, мы едем в Африку, мы едем туда, мы едем туда, и мы почему-то забываем за страну, в которую мы приехали. Вот. Эта страна, она тоже нуждается в поддержке. Я думаю, что ничего плохого не будет, если, например, какая-нибудь церковь обратится, например, в какой-то аккаунте или ещё куда-то и скажет, давайте мы поможем, например, поучаствуем в ремонте школы какой-то, или в ремонте какого-то общественного здания для пенсионеров. Я не знаю, но я к примеру, то, что мне в голову пришло. Да, хорошая идея. Вот. Ещё один момент. В Америке есть хороший пример, вот церковь Бефл, да. Кто-то может разделять их взгляды, нет, но я сейчас не об этом. Мы говорим о том, что это христианская церковь, и они живут... Город Бефл, он 90 тысяч населения. Сама Бефл церковь, она где-то, по-моему, около 9 тысяч членов там. Так вот, они настолько вплелись в жизнь города, мало того, что они проповедуют, и то, что там 10% населения практически там ходят в церковь эту, да. Так, второй вариант. Они очень часто обращаются в город и говорят вот тот вопрос, о котором Андрей говорил, что чем мы можем помочь. Понимаете, когда вы приходите в говермент и говорите, они, например, пришли один раз, сказали, мы можем полмиллиона долларов пожертвовать в... в наше комьюнити. Конечно же, люди были удивлены там, потому что обычно церкви, организации приходят просить, помогите, дайте, поддержите и так далее. А здесь церковь приходит и говорит, мы готовы полмиллиона долларов выделить на какие-то вещи. Поэтому, я думаю, вот это приблизительно то, что должно как бы, ну, церковь так больше характеризовать, что мы должны не то... Классно, миссия, другие страны, это здорово, нужно не забывать о стране, в которую мы приехали, в которую мы где-то морально должны. Они нас приняли, заботятся, помогают. Сколько наших людей получают. Фудстэмпы, на Велфере сидят и так далее. Это все говермент деньги. Это... А то почему мы не должны участвовать в этих проектах? Это нужно делать. Да, спасибо. Спасибо. Если, Андрей, может, пару слов добавишь к этому? Ну, я думаю, Сергей очень... Да. Четко очень объяснил и сказал. Это очень важно. Да, спасибо большое. В общем, короче, да, мы поощряем наших славян, чтобы они голосовали. Это номер один. И, как Андрей часто говорит, это только начало. Да, Андрей? Ты очень так красиво говоришь. Голосование — это только начало. Только начало. А что дальше у нас будет? Потом надо жертвовать деньги. Надо именно в те организации, которые вы соглашаетесь с ихним ведением или вот верой или вот ценностям. это жертвовать и обучать себя. Мы я не знаю, это или только у наших славян, но наши славяне любят слушать русское телевидение или украинское телевидение, да, там Путин, Зеленский, там, чем люди занимаются, знаешь, как там политика. И мы и там даже не живут. И много-много времени это они просто уделяют этому, чтобы понимать, что происходит в Украине, что происходит в России. Если взять вот это время, может, там, половина этого времени и и подучить немного, как политика работает в Соединенных Штатах, какие у нас представители в нашем штате, кто мой представитель вот в Сейломе, изучить, если вы в Вашингтоне живете, кто ваш представитель в Олимпии. Вот такие вопросы. Подучить немного, узнать немного. Я думаю, очень много вы можете узнать, и вы будете намного больше подготовлены, когда время придет голосовать. Если вы немножко вот поищите, покопаетесь в вашей политике, и как вы можете повлиять на нее. Да, да, я знаю, что сейчас вот больше и больше в нашем государстве, в нашем обществе американцы больше уделяют такое внимание на иммигрантов и хочет помочь иммигрантам. Я знаю, что даже славян очень больше и больше интерес к славян, к славе комьюнити или славянскому обществу, и чтобы они больше тоже как-то, ну, общались, да, и вот если мы начнем тоже этим заниматься, и тогда мы будем иметь какое-то влияние тоже. Да, и что я бы сказал, вот если вы слушаете нас, и вы не знаете, если вы зарегистрированы голосовать или нет, зайдите на компьютер или на вашем умном телефоне, да, зайдите, если вы в Орегоне, Oregon Registration, Oregon Voter Registration, запечатайте, сделайте поиск, там будет форма, имя, фамилия, адрес, и вам скажут, если вы зарегистрированы или нет, проверьте это, во-первых, да, сделайте это, потом, если вы уже зарегистрировались, вы сделали это, зайдите на slavicvote.org и подпишитесь на на newsletter, имя, впечатайте ваш, чтобы вы получали от нас информацию, когда мы будем выставлять информацию, чтобы вы были уже готовы, когда будет голосовать, вот эти две вещи я прошу вас сделать, чтобы вы были подготовлены к голосованию, а также уже по вашему усмотрению уделяйте немножко времени, чтобы изучать политику, чтобы вашим детям было лучше жить в нашей прекрасной стране. Да, да, и в общем, да, мы советуем просто хотя бы голосовать, не забывать голосовать, опять, если вы живете в Вашингтоне, уже начинается такое голосование в Вашингтоне, и люди будут скоро получать буллетени, и будут начинать уже голосовать за школьных представителей. И я опять напомню, что не пропустите это, очень важно, и очень много это влияет на наших детей, на наше общество. Я думаю, если вам это непросто, как говорится, don't care, тогда вы, надеюсь, проголосуете. Я думаю, мы подходим к концу, я хотел просто дать, может быть, пару слов нашим гостям, если кто-то хочет добавить что-нибудь, или просто попрощаться, кому-нибудь приветик передать, может быть. Хочу добавить просто буквально два слова, потому что мы, как бы, вот сказал Андрей, что важно, с чего начинается, чем заканчивается. Так как я хожу в одну и ту же церковь к Василию Ярош вместе с Сергеем, я хочу сказать, вот что меня касается, вот чтобы мы молились, постоянно молились, и если особенно вы верующие христиане, и благословляли, вот именно даже президента, не нравится вам его, может быть, выбор, или... Может, и не нравится даже. Не нравится, но всё равно его нужно благословлять. Вот это то, что мы делаем нашей церковью, и мы молимся об этом каждое утро, а у нас есть молитвенная группа, и вот через Facebook, и мы молимся, благословляем, и мне это очень нравится, и я бы хотела, чтобы больше Божьего народа христиан подсоединялись к этому, потому что я считаю, что вот, ну, это одно из важных, вот, если мы не можем там ходить, голосовать, если мы не можем, но мы живём в этой стране, я думаю, что молиться каждый может, каждый верующий. Мы готовы со всеми работать, даже кто нас может слушать и до конца может не согласен, что мы даже говорим, бывает, мы хочем работать, хотим со всеми работать. Обращайтесь к нам, подключайтесь к нашей команде, и будем вместе продвигать наши славянские, можем найти, говорится, как, ну, like-minded, да? Спасибо большое, Инна, спасибо за вашу помощь, и за, что вы сначала нас поддерживали, это очень, очень, ну, нам очень это помогает. Спасибо. И также опять я говорил нашим другим спонсорам, Андрей тоже, его семьи, они помогают нам очень часто. Спасибо большое. Сергей, если у вас есть какие-то пару слов в конце, не знаю, Андрей нас ещё не отключает, если нас отключат, тогда будем узнать. Ну, я в первую очередь, я уже говорил о том, что давайте, вот мы как христиане видеть немножко пророчески, христиане, люди, которые читают Слово Божие, которые, ну, понимают многие вещи, да? И давайте видеть наш город городом благословенным. Вот я бы хотел, чтобы, знаете, мы немножко в Америке вот разрушили вот этот стереотип относительно Портланда, потому что меня немножко это задевает. Знаете, когда я смотрел новости, в том числе там русское телевидение, там другие, они так всё, вот Портланд, одни забастовки, бомжи, так как будто у нас ничего хорошего нет. Я наоборот верю в то, что самое хорошее у Портланда ещё впереди. Мы увидим много, увидим тех людей, которые бегали, там, может быть, крушили что-то, но я уверен, что если Иисус прикоснётся к ним, они будут очень хорошими людьми, благословенными, будут славить Бога ещё. И сделают Портланд не weird, а сделают Портланд благословенным. Да, да. Спасибо большое. Передавайте Василию привет пастырю. Он с нами, планировал быть сегодня с нами, но не получилось у него, к сожалению. И я думаю, вы передадите ему привет. Обязательно. И надеемся, в ближайшем будущем он ещё к нам придёт, и мы ещё с ним пообщаемся. Новости региона. Выборы, кандидаты, стремления. Новая программа Славик Vote Live каждую неделю в прямом эфире. Славик Vote Live.